Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, и мы продолжаем проходить Dark Souls, Prepaid to Die Edition. В последней серии мы убили двух боссов, убили Квилака, убили неутомимого воина. Давайте сейчас прокачаем урой, я только добежал. Сделаем вот так, да и, собственно, вот так вот. В принципе, неплохо. Эту броню, конечно, она очень крутая, но пора снимать и бегать своей обычной, потому что у нас не под нее раскачан билд. Вот так. Так, кстати говоря, защита и у той, и у этой одинаковая, поэтому может хватит с голой попой бегать. Вот так примерно. Отлично. Все, побежали. В сегодняшней серии мы направимся прочь из Блайттауна, по второму подъему, и направимся в лес. Ну, если выберемся, конечно. Из Блайттауна не так просто выбраться, как кажется, потому что вся локация, это одна большая головная боль. Так, тут вроде больше ничего нет. Там мы убили. А что это там такое? А, это ты? Фу, блин, я испугался. Мне показалось, что это какое-то... Похоже было, что вот это вот светится, то, что у него... Это... Что лицо с горящими глазами. И вообще, мне это все похоже было на людоеда. Из... Из Demon's Souls. Там парочка таких была, помните? Самые сложные боссы на моей памяти, наверное. И вот я подумал, что меня тут такое же что-то ждет. Ну, в принципе, я был бы не против, потому что нововведений все-таки довольно мало в этой игре. Если бы было такое что-то, сюрприз, я был бы только за. К сожалению, у нас нет возможности как-то подняться отсюда наверх, поэтому придется перейти сейчас мимо тех гигантов, по-моему, отравляться. А у нас только пять эстусов. Поэтому сейчас мы, скорее всего, тупо добежим до бонфаера, который у нас там находится. Ну, с которого мы сюда и приходили, собственно. А оттуда уже двинем на подъем. Ну, опять же, не подумайте, что это так легко. Скорее всего, мы сейчас погибнем, потому что, блин, ну просто не получается у меня нормально драться с этими здоровяками, когда их больше одного. Когда один, нормально, когда больше одного, и я в воде, то есть двигаться не могу. Это кошмар. Парни с яйцами. И убираемся нафиг из Блэйтауна. Люблю и ненавижу эту локацию одновременно. Здесь у нас еще Грид Хоу, туда, в принципе, по уровню идти. Но я, честно говоря, хочу побыстрее добраться именно до... Так, секунду. Добраться, короче говоря, до дополнения при ПАИТУДА ЭДИШН. Вот так-то обойдем, не задевая тех пацанчиков, и все будут довольны. До свидания. Больше ничего нет. Ну, там у них что-то есть, но... Это верная смерть, блин. Сначала найду кольцо, которое дает возможность бегать по воде нормально, не замедляясь. А потом уже разберемся. Я вообще подумаю, насколько помню, там ничего такого критичного, нужного нет. Вот, собственно, подъем наверх. По дороге, я думаю, пару раз еще умрем, потому что локация сложная. Поэтому давайте зажжем этот костер. Блин, а там что-то есть. Давайте сначала... Не будем спешить, короче говоря. Мне уже жаба начинает душить, что я ухожу, отсюда практически ничего не взят. Человечность пока принимать не буду, потому что место очень рискованное. Скорее всего, я умру, так что просто потеряем ее. Хорошо. Не знаю, уже привык к этому мечу, и нужно ли его менять на... Звейхандер не совсем уверен. Заживаешь, что ли? О, офигеть, сколько вас. Но опять же, опасность представляют именно... в воде. Да ты... Запаришь просто мелочку за ты. Ой-ой-ой. Не опасная, но... Блин, ты чего надоедливая? И он сразу отреспавнил снова. Отлично. В духе этой игры. До свидания. Не хочу. Так, ну и что. Хорошо, такое дело, то давайте сразу, наверное, грид холл откроем. А, тут поблизости. Вон там подъем. Хорошо, пошли. Грид холл, это еще одна необязательная, но очень. А, в принципе, раз мы туда пойдем, давайте мы туда сразу и пойдем. То есть, сразу там всех уиграем. Там, в принципе, все достаточно просто. Насколько я помню. А, нет, 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 нет. Потом все до сходим. Там очень сложно все. Я почему-то сразу показал, что мы сразу окажемся около этого. Ну там, в низине. А то же сначала по веткам спускаться. А это такой геморрой, просто что Блайттаун даже местами кажется полегче. Хотя, на самом деле, это не так, конечно. Ой, кровососики, вы мои. Пакость. Не надо. Для чего же пакостные в этой игре монстры? А самое главное, не похожие друг на друга. Вот эти твари напоминают слезняков. Ой-ой-ой. Слезняков напоминают из демон-сосов. Помните, там были такие? Тоже не особо приятные. Но пиявки, это вообще край просто. Осколок титанита. Так, что у тебя? О, офигеть. Неплохо. На них фармить его можно, что ли? Шо? Шо? Давай сюда. Сразу же зачистим, потому что, мне кажется, тут что-то еще хорошее вроде как есть. Ого, как хорошо. Даже на земле с ними подраться можно. Тихо. Хорошо. Что за клинок? Офигеть, сколько тут этих осколков попадает. Я определенно должен сюда наведаться, потом еще. И вон еще что-то лежит. Я не подобрал. Офигеть. А я сколько их искал? Я и не знал, где их брать просто. Так я сейчас могу свой полуторный меч прокачать. Ну, не сейчас, в смысле. Так, придем к кузнецу. Это хорошо. Неплохо так сходили, да? Да, все равно блайтал не перевариваю. Тут, конечно, как казалось, много ништяков. Но они слишком дорого стоят. И в принципе все. Больше тут ничего нет. Только вот тут вот пойти и открыть новую локацию. Оно, в принципе, не обязательно даже, по-моему. Как резко звук поменялся. Дощатый щит. Круто. Все. Это все, зачем мы сюда сходили? Нет, конечно. Сундук. Хорошо. Это, наверное, все, зачем мы сюда сходили? Нет, конечно. Ну, что-то, может быть. Еще секретик небольшой. А вот тут, офигеешь, полость. И здесь одна из самых огромных локаций в игре. Ну, при этом, не сказать, что сильно нужная. Не сказать, что сильно проработанная. Но, в целом, неплохо. 400 дали. Откуда интересно? Вот это геморрой, это геморрой, ребята. Так, ладно, я вражег. Хорошо. И все, пошли отсюда. Успеется. Всему свое время. Сюда мы придем уже после того, как пройдем припей туда эдишн. Вернее, припей туда. Ну, дополнение. Потому что, насколько я знаю, нужно туда достаточно быстро прийти. А то можно и профукать момент. Поэтому в темпе роняя кал. Мне просто хотелось это место показать тем, кто про него не знает. Ну, возитесь. Если не знали, вот вам новая локация. Огромная. И поначалу тут достаточно весело. Я не думаю, что мы ее будем долго проходить. Ну, опять же, серия 2 там, наверное. Опа. Блин, чего удар не сделался? Отлично. Какие... А, понятно. Тут я не был. Все, нафиг уходим из Блайттауна. Больше тут делать нечего. Ну, там наверху, конечно, геморрой не был, чем тут внизу. Отсюда мы спустились. Пакас, уйди от меня. Опс. Плохо. До свидания. Сколько у вас тут летит пакость это всякое? Это же кошмар какой-то. Так, ладно. Хорошо. И теперь потихоньку двигаемся в сторону. В сторону подъема. Но я повторюсь, там очень опасно, и поэтому есть подозрение, что я там и грибу. Ну, давай, иди сюда. Я не хочу в яд лезть. Хорошо. Не уверен, успею ли или не успею. Успел. Мы все равно сюда вернемся, потому что нам нужно будет от колечка одно добыть. Поэтому там посмотрим пол из-за одно. Так, вот начинается стандартный Блайттауна. Блайттауна можно упасть чисто по случайности. При том, что наизусть тут все знаешь. В правлении иногда выкидывает коленцы. Вот тут, допустим. Сколько раз я падал, при том, что совершенно этого не хотел. Здесь, по-моему, есть еще ребята, которые отравленными стрелами стреляют. Дротиками, то есть... Тоже нужно быть осторожным. Летят. Летят уже. Так, хорошо. Ой, уйди. Да ты... Блин, вот как по горизонтали бьешь, это бесит просто. Давай, ну. Тварь. Огонь. Так, вот нам... Нет. Извините. Нам не сюда. Ну, то есть туда можно пойти, но сейчас нам не туда. еще не хватало по таким узеньким дорожкам ходить под обстрелом этих тварей. Так, осталось вспомнить, где тут что. Он туда наверх, это сразу выбиться. Что, дружок? О, офигеть. Токсин. Расстрел идет просто черный. Я пока лечиться не буду. Но желательно и не падать, и за жизнью смотреть, потому что от токсина они гораздо быстрее убавляются. Так, ладно, лечимся. Да уберите вы свою надпись, а она мне, блин, мешает просто. Я, скорее, убьюсь, чем... Да не сюда, Цельси. А тот спрыгнул, что ли, козел? Так, вот теперь нам нужно спуститься вниз. Унизу собаки, и один из этих стреляет в родцев. Блин, как же меня это все бесит. Ладно, не хотел тратить. Пока что они редкость. Но, похоже, придется. Раз был бы, то лучше от эти штуки. Сволочь. Короче говоря, вон там внизу у нас находится Firekeeper Soul. Я не уверен, что я выживу после этого падения. То есть, этот падение-то я выживу, но собаки могут... Они очень быстрые. Все, душу взял, можно погибать, если что. Давай, всех! Успел. Везучий. Сегодня я везучий. Так, ну и все, можно уходить. Там около них, по-моему, ничего нет. Ну, давайте уж на всякий пожарный. Ну, атакуй. Скотина засада. Да, сюда не стоило идти. Тут нет ничего вообще. Так, 4 эстуса. В принципе, можно... Нет, не будем умирать. Но если мы не будем умирать, то нам сейчас нужно будет столкнуться с местными буграми, этими здоровенными. С такими жизнями это может быть печально. А мы, типа, то есть просто мимо них пробежим. Вот как мы сделаем. Не будем с ними драться. Нам сейчас главное выбраться из Блайдтауна. Да, они все равно только 500 всего дают. Короче, ладно. Так поступим. Я надеюсь, там еще этот не убил. Хранить сельсо огня. Потому что души у нас есть, а вот если применить их, будет не около. Я не помню, тут еще у кого-нибудь можно это сделать? Получи. Береги сильный яд. Да я заметил. Да уйди ты, ну. А, блин. С той стороны. Это я сам косячу. Так, хорошо. Тут у нас что-то, по-моему, спрятано. Или на следующем этаже. Да, тут. Лёчка к руинам. Не лонда. Отлично. Когда он один, с ним бороться можно запросто. Ну, конечно, не на таком узком проходе, но, в принципе, даже тут можно. Хорошо, пролетел. И теперь вот я тебя столкну сейчас нафиг. Ага, столкнул. Надо было просто пробежать, как я и говорил. Ну, теперь уже охота убить. Чё там, подружка твоя не бежит? Не, ну, с теми связываться не будем. Тупо уходим. Седание. Пишите письма. Желательно мелким почерком. Куда они за мной гонятся, но далеко пройти не смогут. Потому что там начинается узкий дорожка, когда они тупо не влезут. И мы прибываем в долину драконов. Чё, ребят, не передумали ещё? Всё, я передумал. Можно пойти сюда. Встретиться тут с драконом нежити. Но на этом уровне я бы вам этого не советовал делать. Он просто, собака, очень-очень больно бьёт. Вон он. Его стрелами лучше вообще кулупать. Мы к нему сходим попозже. Сейчас у нас определённый маршрут. Ну, вообще, эта серия вся вот такая вот демонстрационная прям. Не знаю, может попробовать, нет? Казалось бы, мёртвый, да? Я сейчас умру, просто это будет тупо. Всё, валим. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Чё-то крылом не столкнул меня. Дракоша. Ладно, мы с тобой попозже увидимся, когда я приду драконов бить. Вот сволоча. Ой, тихо. И даже то, что там внизу, это всё... Именно локация Не просто коридоры То есть туда вниз упав Ты увидишь, что там находится Как это называется Перед долиной гигантов Короче говоря, там тоже локация К которой можно походить В будущем будет Попадаешь в нее через катакомбы Так, вот ключ подошел Хорошо И сейчас мы поднимаемся К храму огня Через Нью-Лондо Кстати говоря, Нью-Лондо Вон там, вон у нас еще одна Файеркиперсол находится Но если я туда пойду, я точно погибну Поэтому давайте-ка мы Пойдем наверх Сходим Кострюк Бунфаера А потом вернем сюда и возьмем еще один Файеркиперсол Это нам будет очень серьезная помощь Вот на этой локации На ней враги Бесплотные То есть обычным оружием Их не убьешь Так что поначалу сюда особо не лезть Нужно либо чтобы Тихо Блин, чуть не упал Либо чтобы ты был проклят Ну тогда у тебя половина жизни будет Чтоб тебя прокляли можно сходить В канализацию там к этим лягушкам Либо использовать Я не знаю как она в русской версии называется Но в английский Трэнсиент курс И она где-то минут на пять Делает тебя именно проклятым Но при этом жизни не убавляет Но в чем ее недостаток В том, что она во-первых стоит до хренища А во-вторых В самый неподходящий момент может закончиться Вы будете в окружении И новую использовать вы не успеете Но я с ней проходил Храм огня Это здесь должен быть паренек Который мы освободили Вполне возможно Что он уже убил нашу девочку Да? Уже убил И что мне теперь делать С файлки персовыми Я, честно говоря, не знаю Тогда мы не пойдем туда вниз В смысле-то нам Как ты это допустил? Ты звалил вторую бельку? Это невероятно, я должен сказать Но сейчас У нас есть новый вопрос Он звуковый Он звуковый И свой взгляд не легкий Это не ровно, я скажу Ты про что вообще? Черт возьми Это этаж И я действительно начинаю Мне понравилось это здесь Может быть, это время Я сделаю что-то об этом Так, ну че за С Вейхандером сходим Блин, ну я умру тогда А умру я и окажусь Около Так, тебя мы спасли Ты у нас для пиромантов Все даешь Ты сделала это? Да, я сделала это Я у меня пиромантика в Грэйте Сварм Так, я могу использовать Гомантик для того, чтобы быть более осторожным О, да Кстати, по-моему Я могу общаться с тобой Я думаю, что у тебя есть Нак, все, что ты нужны В материале Я буду рад, чтобы тебе помогать А, и... Из Грэйте Сварм Теперь ты Ты полностью Пироманцер Ну, давайте начнем Сейчас Так, короче говоря С тобой разговаривать не буду Нужно с другой змеей поговорить А, ну в принципе Говорить из того можно Но тебе нужно будет Отнести Весел Ладно, пока нам все равно Вариант Слушайте, а как же нам Теперь Наши Файерки Персовы Применить Она вроде возродится потом Но мне сейчас хотелось У меня сколько их уже А что тут делаете? Что у нас здесь? Ты выглядишь Вероятно Рагадый Время 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 Не Дай Время 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 Пошел В жопу Как это вообще возможно? То есть обычно такой разговор По-моему проявляется Когда ты в форме нежити Но я же в форме человека Короче говоря Это принцесса Мы с ней еще встретимся И с ее ребятами Я бы сходил Взял свой хандер Мне в принципе Он даже нужен Наверное Но как видите Не сильно Я с этим оружием Неплохо справляюсь Она меня полностью устраивает Но Если я умру То я начну В самом В самом Низу Около Блайттауна Около того огня Мне нужно будет Всю дорогу Проделать По-новой Так Ну что Куда мне тут идти Я забыл А туда Здесь все По-прежнему Седанья Так Что ты делаешь Вообще Короче Вот Такие дела Сейчас Мы можем Пойти налево Вон туда И там у нас Зенспортерс Туда я пока Не хочу Нам туда Пока не особо И нужно Но скоро Скоро Уже наверное В следующей серии Нет В следующей Это я загнул В следующей серии Мы будем в лесу Еще Возиться Бошкаться Кстати Надо будет Набрать 30 тысяч Но не сейчас Хорошо 41 уровень Уже Офигеть Вон там Видите Врата Открылись Ну а сейчас Мы направляемся Вниз Оружие Мы можем Прокачать На что-нибудь Там Плюс Шесть Отдаем ему Уголь Теперь у нас Открылось Усиление 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 Оружия Подожди А ну да Изменить Нужно Точно Требуется Большой осколок Титанита Один Неплохо Так мы их набрали Кстати говоря И теперь Уже Усилять Оружие Так Требуется Большой осколок Титанита А у нас Деньги Кончились Неплохо Так поломаны Вещи Сейчас нам Нужно будет Пободаться С этим Товарищем Так Даже не так Наверное Вот так Что за черно Око Нам дали Торгаться В мир Убийц А понятно Это как раз Нам пригодится Так Отлично Кстати там Довольно Сложно Локация Перед нами Сейчас будет Что Все Теперь на все Денег хватит Так Усилить оружие Да Плюс Восьми Недурно Еще Два Больших Осколка Титанита Нужно Купить Так Все Полностью Починились Так Тут Продается Только Маленький Осколок Кстати Вот эти Вещи Обязательно Нужно Вот этот Символ Арториас Он открывает Дверь Сердце Деса Это Там Такая Дверь С печатью Очень Очень Большой Срез Она Очень Нужная 20 тысяч Стоит Кстати Говорю На нее Нужно Подкопить Будет Но Сейчас Мы Покупаем Вот Это Вот Это Вот Это Вот Хорошо И что В принципе Все Что У тебя Нету Скажем Там Болтов Есть Отлично Тогда Живем В принципе Вот таких Лучше Они Дешевле Нам В принципе Они Нужны Именно Из-за Сво Количество Давайте 500 Возьмем Чтоб До конца Игры Хватило Теперь Нам Нужно 20 тысяч Они Явно Нам Пригодятся Так Подожди Подожди Я забыл Я Забыл Так Я не Не помню Как Менять Тип Стрел Поэтому Я лучше Сниму Я что-то Не понимаю Ну-ка Все 500 стрел Хорошо Убивается Опять же Элементарно Но при этом Это можно назвать Бага юзерством А можно назвать Национальным подходом Хотя Нет Давайте Давайте По-обычному Убивать Раз Он Сам Стрелять Не Хочет Короче Прячьтесь За укрытиями И стреляйте Он У вас Не Будет Попадать А Вы В него Будете Но Мне Так Скучно И Скорее Сего Из-за Этого Я Сейчас Огребу У него Очень Неприятно Вот эта Вот Атака Плохо Но Терпимо Нужно С другой Стороны Заходить Блок Блок Что ж Я не блокирую Вот эти Вещи Прыгай Я Неудачно Встал Очень Неудачно Валим Потом Меня там Зажал Достаточно Неплохо Так Так Подлечимся Вот С них Выпадает Демон Титанит По-моему Кричайшая Вещь Вообще Еще Более Редко Чем Драконии Осколки Отлично Нормально Панель Вот этих Вот этих Деревьев Это же дерево Которые Сами Все Достаточно Простые Видите Заросли О В их Вероисповедания То Когда у тебя Будет надето Определенное Кольцо Если кто-то Приходит В твой мир Вернее В лес Ты попадаешь В его мир И таким образом Пытаешься Защитить лес От него Типа Типа Дружиней Короче Говоря Так Ну-ка Вылазь Ой Плохо Вы видели Сколько он Мне удар Нанес Смешно По-моему Все-таки Тяжелые Воины Имеют Свои преимущества Вот эту Штуку Взять Можно Не отсюда Из очень далекого места Поэтому Даже не парьтесь То есть Потом я покажу Как она берется Вот собственно И оно И чтобы Вам было попроще Знайте Что вот тут Есть Бонфайр Секретный Это очень Облегчит вам жизнь Так Все Это Наш Основной Бонфайр На Долгое Время Так Хорошо Хорошо Ну и пойдемте К гидре Можно пойти сюда Но нам пока сюда Не нужно Ну то есть Ну то есть Нужно Там есть Босс Но подождет Прилег У меня У меня такое ощущение Вы не можете Бегать Кувыркаться Пардон Ну и кроме того Они каменные А то что они каменные Означает что Когда вы их бьете У них Никакой реакции На это В результате Они вас Могут убить Во время нанесения Вального удара Вот это вот Там светится справа Это Ящерка Но мы сейчас Никуда идем Подожди Какая-то тайная тропа Все-таки Туда идем Оказывается Я уже забыл Что тут как Я помню Что тут рыцарь есть Причем Сложные рыцы Клад Клад Вон он сидит Озеро темных Корней Она убежала Ай Как ты меня заметил Ну ладно В следующий раз Она еще появится Не бойся В следующий раз Когда пойдем сюда Сейчас нас Рыцарь убьет Пойдем сюда По новой И Убьем их Так Короче говоря Тут враг Подожди Это что там такое Я не помню такого Или помню Да Был такой точно Кожаные доспехи Это одежда Именно лучники Которым я играл Эта вещь Очень крутая Там у нас гидра Туда нам нужно Но сначала Мы пойдем Подеремся с рыцарем Берегись Свирепый враг Я в курсе Поэтому давайте Подлечимся Хотя это и не обязательно С ним Как с любым рыцарем Главное Вытянуть его Это из этого узкого места Добрый день А закружить его Это легче легкого Особенно Такому персонажу С щитом Вот и тут Можно подраться Давай Каман Ты где? Идет Какой ты Собака страшная Всегда старайтесь Загружить Против часовой стрелки Потому что Оружие у них Другой руке Ну ладно Достаточно просто Оказалось Алебарды Черного рыцаря Характер не позволяет Эффективно Мой характер Не позволяет Да у меня Замечательный характер Чего вы наговариваете А Характеристики 32 18 Селенок Короче Надо будет Декс Маленько прокачать Но в целом Видите Какие у них Параметры Да Все Пойдем туда Откроем Бонфаер И вперед К победе Больше Больше ничего По-моему Нет Что-то есть Сейчас смотрю Тут по-моему Паучий щит Лежит Травяной щит А Это по-моему Это по-моему Один из лучших щитов Вообще В игре У него Во-первых Он стамину Восстанавливает Это очень хорошо Он конечно Не полностью Защищает От ударов Не на 100% Но именно Восстанавливает Стамину Видите Сразу Он там Наверху Под полоской жизни Три стрелочки Появились То есть Я могу так сделать А с ним Без него Так Чуть помедленнее Так Хорошо Я его разжигать Пожалуй Не буду Потому что Мне кажется Мы тут мимоходом Но там Дорога ведет Обратно В долину драконов Так Ну и давайте На этом заканчивать Наверное А в следующей серии Уже пойдем Собственно к Гидре И разберемся с ней Как видите Продвигаемся Мы довольно быстро И в следующей серии Убив Гидру Мы встретим Того голема Убьем его И потом Там надо Какую-то принцессу Что ли Освободить Короче Ну вот тут Тут все На этом месте Завязано Отсюда Проход у нас Дополнение Но Чтобы сюда попасть Нам потом Надо будет Еще пройти Зенс Фортерас Иван Орлонду Убить Арнштейна И Смога Принять Квинант Сисек Тот-другой И взять Весел И только после этого Уже можно будет То есть Попасть сюда И Побыстрому Переместиться Короче Дела еще хватит Ну а пока что Это все Надеюсь вам понравилось С вами был Артур Всего хорошего Пока-пока-пока Субтитры